Мифические 11 280 рублей. Безработные предпенсионеры этих денег не получат. Экономика. Пенсионная система. 10 ноября. 10.11. Мифические 11 280 рублей. Безработные предпенсионеры этих денег не получат. Сначала у людей отобрали пенсии, а теперь регионам поручено выплачивать им жалкие пособия. Андрей Полунин. Комментарии в просмотров 184 421. Фото. Донат Сорокин. ТАСС. Материал комментируют. Андрей Гудков. Виктор Алкснес. Гром грянул. Пособие по безработице в 2020 году повышаться не будет. Это следует из постановления правительства, которое премьер Дмитрий Медведев подписал 7 ноября. В нем сказано, что размер пособия останется в прежнем диапазоне от 1,5 до 8 тысяч рублей. Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную в размере 8 тысяч рублей для граждан, признанных в установленном порядке безработными, говорится в документе. В нем также отмечается, что максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста составит 11 280 рублей. Скандальность ситуации в том, что безработными оказались больше половины предпенсионеров, тех самых жертв пенсионной реформы. Только 4 из 10 миллионов россиян этого возраста трудоустроены, писали известия со ссылкой на данные пенсионного фонда. Ранее в Министерстве труда заявляли, что уровень безработицы среди предпенсионеров, тех кто попал под удар пенсионной реформы, будет только растя. Это связывает с нежеланием работодателей нанимать возрастных сотрудников, читайте также. Пенсионная реформа, стариков заживо погребут под остатками их домов. Правительство Медведева выгнало пожилых россиян на работу только для того, чтобы те могли оплачивать все новые поборы. В пояснительной записке к проекту постановления о размерах пособия по безработице Минтруда указывала, что предпенсионеры массово регистрируются в качестве безработных на фоне реализации проекта старшее поколение, и прогнозировала, после принятия пенсионной реформы в 2020 году увеличение в 1,6 раза численности безработных предпенсионеров. По посчетам Минтруда, размер дополнительной потребности для выплаты пособий на фоне увеличения численности граждан предпенсионного возраста составит 2,64 миллиарда. Рублей в 2020 году – около 2,64 миллиарда. В 2021 – и 2,63 миллиарда. В 2022 году. Можно ли прожить на 11 280 рублей в месяц? Вопрос риторический. 22 октября вышла новость, что согласно новым данным статистики, в России увеличилось число бедных. По оценкам Росстата, число российских семей, чьих доходов хватает только на еду и одежду, выросло в 2019 году до 49,4%. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в первом квартале 2019 года, 15,2% опрошенных сообщило, что денег им хватает только на еду, а с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ у них сложности. Это означает, что почти половина населения РФ может позволить себе только самое необходимое. Причем именно предпенсионеры являются кандидатами номер вопросительный знак 1 на пополнение рядов бедных. На Дели, государство в ходе пенсионной реформы сыграло с населением в наперсток. Вместо полноценной пенсии предпенсионеры, оставшиеся неудел, получат 11 280 рублей. Причем, не исключено, это пособие расти не будет, как сейчас не увеличивается стандартное пособие по безработице. Зато Кабмин может считать прибыли. По оценкам экспертов, пенсионная реформа позволила бюджету прилично сэкономить. Расчеты показывают, что через пять лет экономия бюджета на выплатах пенсии составит до 850 миллиардов рублей в год. Кроме того, с пенсионной реформой и повышением пенсионного возраста до заслуженного отдыха будет доживать все меньше граждан им платить вообще ничего не придется. Можно ли изменить эту ситуацию? Альфа и омега политики социального государства это страхование занятости, считает доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Вся система социального страхования может существовать, только если люди работают. И государство может существовать только тогда, когда люди работают. Потому что налоги, за исключением налога на прибыль, платят трудовое население страны подоходный налог, НДС, налог на транспорт и недвижимость. Чтобы стать трудовым, население должно найти работу. Именно эту задачу решает система страхования занятости, страхования от безработицы. Впервые такая система была введена в Бельгии в 1927 году, и сразу была всеми поддержана. Главное, она совсем недорогая. Дорогая система пенсионного обеспечения, А страхование занятости укладывается в одном вопросительный знак 2%. Причем, профсоюзы вполне поддерживают требования, чтобы часть этих денег платил сам работник. Потому что для него тоже очень важно, чтобы у него была защита от безработицы. Смысл страхования от безработицы не только в том, чтобы у работника была компенсация утраченного заработка. Согласно Конвенции МОД номер вопросительный знак 102 о минимальных нормативах социального обеспечения, Ее размер должен составлять 40% от утраченного заработка типичного получателя, Около 50% от среднего заработка. Важно, тем не менее, совершенно другой в системе страхования занятости оказывается помощь в поиске работы. От предоставления информационной базы вакансии до переподготовки. И самая важная система страхования занятости обеспечивает переезд к новому месту работы. А в некоторых случаях помощь в открытии собственного дела. Помогать открывать дело, кстати, придумали британцы при Маргарет Тэтчер. Логика проста, нечего безработному платить пособие, Лучше дать ему сумму пособия за несколько месяцев на собственное дело, плюс рекомендацию в банк. Когда эта система заработала, в журнале Англия с удовольствием описывали истории, Вот, негритянка долгое время не могла найти работу, а теперь моет здание и абсолютно счастлива. Потому что она не просто клиенг-вумен, а директор собственной фирмы. СП. Почему система страхования занятости необходима в современной России? Системой страхования занятости должна большую часть денег, ну, хотя бы половину тратить на то, чтобы предупредить безработицу. Для этого нужно готовить рабочую силу таким образом, чтобы ее не касались структурные перемены. И организовать ее переброску в нужный регион. Знаете, как у нас убирают хлеб? Представьте киноэпопию освобождения. Огненная дуга только танки замените на комбайны. John Deere и Caterpillar. Только это турецкие комбайны, и сидят в них турки. Со второй половины июня они начинают через Кавказ двигаться на Россию и подряжаются убирать хлеб. Хороший комбайн стоит четверть миллиона долларов. Можете себе представить, что эти деньги для нашего фермера. Ради того, чтобы три дня убирать хлеб. Во второй половине июня зерновые в Турции убирают, потому что сеют турки в марте. И турецкие комбайны должны были бы простаивать, но они предпочитают работать в России до октября. В октябре комбайны возвращаются у турок второй урожай. А вот на Дальнем Востоке у нас дефицит трудовых ресурсов, и нет китайских комбайновых колонн. Там вообще некому убирать хлеб. Я привел пример с хлебом, чтобы стало ясно, с таким положением нужно что-то делать. В советское время проблема решалась системой так называемого организованного набора оргнобора. Она была тесно связана с системой обязательной работы по распределению после обучения. Но сегодня все это исчезло и осталось пустое место. И это огромная дыра в нашей экономике. СП. Но у нас есть служба занятости. Этого мало. Служба есть в каждом регионе. И худо-бедно она решает проблему, но только внутри данного региона. Максимум, что эта служба может сделать перераспределить рабочую силу между районами. Но она совершенно не озабочена проблемами соседнего региона. А у нас проблемы распределения рабочей силы именно региональные. Крымский поезд. Купит ли Путин билет до Симферополя? Пассажиры поездов на себе испытают прочность железнодорожного моста через Керченский пролив. Подумайте, что нам лучше. Французский, условно, специалист, который приехал на время, или наш эмигрант, возвращенный в страну, который пополнит человеческий капитал в России. СП, система страхования занятости решила бы проблему безработицы предпенсионеров, как жертв пенсионной реформы. Да, конечно. У нас в стране увеличивается дефицит рабочей силы, а предпенсионеры – это квалифицированные специалисты. Да, возможно, они с трудом овладевают новыми навыками. Но это только в случае, если они делают это самостоятельно. Если им помогать, у них все получается. СП, почему все-таки в России нет полноценной системы страхования занятости? Потому что эта система должна быть заложена в страховом тарифе, а тариф сократили. Сначала тариф с 1,5% сократили до 1%, а в 2001 сделали нулевым. И перекинули все проблемы на регионы. Этот способ перекидывания на регионы применяется до сих пор. Низкие пенсии. Пусть регионы из своего бюджета доплачивают. Безработица. Пускай регионы за собственный счет содержат службы занятости. У предпенсионеров проблемы. Повысим им пособие. Но, обратите внимание, из какого источника это повышение. Пособие до 11 280 рублей повысит за счет региональных бюджетов. Читайте также, пенсионная реформа, власть заставит стариков работать без выходных. Правительство Медведево мынудит предпенсионеров работать 4 дня по 8 и 3 дня по 13 часов. Это означает, что шиш с маслом предпенсионеры получат, а не пособие. Потому что многие регионы не в состоянии будут поднять пособие по безработице большой массе людей. На деле, такое решение правительства это хорошая мина при плохой игре. На наших глазах происходит ликвидация социального государства, уверен депутат Госдумы 3 и 4 созывов, полковник в отставке Виктор Алкснес. Неспроста в правительственных кругах уже давно идут разговоры, что социальное государство является тормозом развития экономики РФ. На деле, речь идет о возвращении России в социальных вопросах на уровень 19-го столетия, в то время как развитые страны движутся в прямо противоположном направлении. И это, к сожалению, неизбежно приведет к тяжелым последствиям. Люди окажутся в безвыходном положении до пенсии после пенсионной реформы далеко, а устроиться на работу невозможно. Дело не только в дефиците рабочих мест. Работодателям не нужны пожилые сотрудники, которых невозможно использовать на всю катушку. В итоге миллионы людей, я считаю, будут лишены средств к существованию. Новости погоды Аномалии погоды 2019 У ноября в запасе есть еще немало неприятных сюрпризов.